Друзья, всем огромный большой привет! С вами снова я, Нателла. Большая просьба, кто зашел ко мне впервые, подпишитесь на мой канал. Сегодня будет тема, вернее даже не тема, сегодня будет у меня ответы на вопросы, на многочисленные вопросы. Где отдыхали? Какая температура воды? Какой отель? В каком городе? Цены? Как встречала аэропорт? Как провожала аэропорт? Короче, масса-масса вопросов. И вот я решила записать такое вот видео, не знаю, большое-небольшое получится, но я думаю, что всех удовлетворю, расскажу и поделюсь своими эмоциями, и как нас обошла, то ли обошла, то ли не обошла страну неприятность, которые были такие неприятные инциденты. Короче, дорогие мои, наливайте кофеек, присаживайтесь, я буду вам все сейчас рассказывать. И еще, кто ко мне зашел впервые, меня зовут Нателла, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь. Так, секундочку, сейчас быстренько сниму пиджак, покажу. Февральский, египетский шарм эль шейхл, загар, покажу, как я загорела. В феврале месяце, значит, мы там были ровно 8 ночей и 7 дней. Ну, конечно же, мало. Так, ребята, все, одеваю пиджачок, одеваю пиджачок. Я показала, кому было интересно, как я загорела. В феврале еще раз. Так, ну все, я успелась и буду рассказывать все подробно. Значит, отвечаю на вопросы. Мы отдыхали в Шарм эль шейхи, отель Ладвин, 4 звезды, путевки на 2 человека, на меня и на дочь, обошли 770 долларов. Так, значит, это получается у нас 8 ночей и 7 дней. Так, сейчас посчитаю, подождите. Четверг, пятница, суббота, воскресенье, понедельник, вторник, среда. Четверг, 8 ночей и 7 дней. Вот так, где-то так, короче говоря. Но один день, естественно, мы потеряли, потому что четверг, а на утром мы выехали. Но это не столь важно. Значит, так, 4 звезды были Шарм эль шейх. Значит, чтобы попасть в Египет, как мне говорят, Нателло, где же египетские пирамиды, необходима была виза, которая стоит дополнительных денег по приезду в аэропорт, 25 долларов, от которой мы пока отказались и не покупали, потому что были в раздумье, поедем ли мы на пирамиды или не поедем. И мы не купили. Значит, кто будет ехать, чтобы вы знали, можно отказаться, не покупать эту визу. Это не обязательно. Потом по приезду нам необходимо было на английском языке заполнить две формы, только на английском языке. Это данные паспорта, фамилия, имя, отчество, как указано, номер паспорта, как указано в заграничных наших паспортах. Вот. Это занимало времени, но наш туроператор, Тестун, кстати, позаботился и за нас любезно заполнил эти анкеты, так что мы в очереди долго не стояли. Значит, ребята, как было интересно. Значит, как нас провожал наш город Днепр? Шикарно. Шикарно. Быстро все прошли. Один раз проверили. Чемоданы не трогали. Взвесили. 23 килограмма на каждого человека. Прошли. Посидели в зале ожидания. Ожидания зашли в дьюти-фри. Купили Джека Дэниелса самолет. По чуть-чуть. По чуть-чуть накатили там. По чуть-чуть, потому что все равно было волнительно. Я не знаю, как есть люди, которые совершенно не боятся перелетов. Я боюсь. Мне очень страшно, когда, вот, знаете, он приземляется, его тормозит, тормозит, его всего трясет. Если только вы знали, как это было благополучно, мы долетели. Шикарно. Так, еще кто меня не знает, подпишитесь на мой канал и слушайте дальше, мои дорогие. Значит, по прилету. Нас предупредили, что интернет там, Wi-Fi, очень плохо берет. Только в холле, и он очень слабый. И необходимо было купить, значит, карточки для интернета в аэропорту. Купили мы. 20 гик мы купили. Сейчас скажу, сколько. Мы отдали на двоих. Это по 12 долларов. 24 доллара мы отдали. Но это на два человека. У меня 20 гик и у моей дочки было. Ну, у меня влоги выкладывать. У доченьки инстаграм. Ну, и вообще, и связь, и с работой. Очень удобно по вайберу общаться можно часами. Короче, слегка, слегка этого хватает. Я, конечно, потом еще докупила. И у меня очень жалко, я не израсходовала. Потому что я так экономила, что не израсходовала. Аж целых 2 гига у меня осталось. Но не жалею, потому что я была всегда на связи со своей семьей. И кто еще меня не знает, я рассказывала, что маму, мы не предупреждали. И перелет, ну, чтобы она, знаете, не присчитала на дорогу. И перелет прошел просто шикарный. Что не скажешь, уже когда она знала. И мы летели обратно. Но это будет в конце видео. Обязательно расскажу, какие у нас были. Вы знаете, прямо потрясения, неприятности. И отдых, я бы даже сказала, что был испорчен. В общем, о хорошем. Значит, прилетели, купили все, интернет. Автобуса нет. Пока мы стояли за карточками в интернет, была большая очередь. Автобус уехал. Все, автобуса нет. Друзья, мы даже не знаем, какой мы отель. Ну, как не знаем. Мне как-то не вникало. Все, Шарм-Аль-Шейх. Автобус нужно встретить и привезти в отель. Все, нет автобуса. Тут сразу к нам подбегают с тачечками вот эти вот египтяне, сотрудники аэропорта. Наши чемоданы и какой автобус. Автобус нам сказали, что, мол, типа там какой-то 98-й. Его нет. И он доллар-доллар. Ну, я по своей глупости, не делайте моих ошибок, не надо давать. Потому что я дала доллар за то, что там, ну, 3 метра пройти. Ну, 3 метра, понимаете. Ну, мы что, впервые, мы ничего не знаем. Где, как, что. Сейчас, ребята, я рассказываю на эмоции. Потому что хочу делиться своими эмоциями. Ну, короче говоря. Кстати, нос сгорел. Ребята, я сейчас, особенно женщинам, может быть, интересно. Совершенно чуть-чуть я подрумянилась. Совершенно нет ни пудры, никакого крема. Нос сгорел. Чем только не мазала, все равно. Я нос не спасла, потому что была в очках. Короче говоря. Но за нас отель не забыл, что должны такие две красавицы приехать. За нами прислали маршрут. Маршрутное такси. Вместе с туроператором представитель был и начал включать нашу фамилию. Мы немножечко, конечно, были расстроились. Конечно, можно было взять такси. Но, еще раз повторяю, мы были впервые и не знали, как себя вести. Короче говоря, уже потемнело. Было 7 вечера, мы прилетели. Сели мы в это маршрутное такси. И быстро, так, ну минут 5, наверное, 5-6 мы уже были в отеле. Еще раз повторяю. Отель 4 звезды. Встретили нас шикарно. Даже спросили, а какой бы номер хотели? На первом этаже или на второй? У бассейна или с другой стороны? Я же сразу, конечно же, второй этаж. И чтобы были окна на бассейн. И не важно, что будет музыка играть. И не важно, что там люди будут шуметь и купаться, развлекаться. Но мне очень хотелось с выходом на бассейн. Это было классно. Это было просто изумительно. У меня есть видео о нашем номере. Если я умещусь в хронометраж сегодняшний, я в конце видео маленький кусочек, отрывочек нашего номера, который я снимала, покажу вам. Значит, ребята, особенности отдыха в феврале в Шарм-эль-Шейхи. Я отнеслась безответственно к тому, что меня предупреждали, что необходимо брать теплые вещи. Людочка поехала в полушубки, я поехала в курточки. Значит, какие особенности? Смотрите. Значит, в 7 утра 15 градусов тепла. В 9 уже 20 градусов тепла. Температура воды в море в 9-30, когда мы были на пляже, где-то было около 22 градусов. После 3-х 25 градусов температура воды была. И, вы знаете, было очень и очень жарко. Но не то-то было. Как только пробивает время 16.00, моментально подымается ветер. Небольшой, но ветер. И становится, вы знаете, ребята, ветрено и очень и очень холодно. И у меня был очень такой, знаете, вид смешной. Я ходила в белом платье, в кроссовках и сверху в курточке. Это когда мы выезжали в город. Так что обязательно запасайтесь теплыми вещами. Это необходимо обязательно джинсы взять и обязательно толстовки. Толстовка, особенно если она будет с капюшоном, с капюшончиком, она будет спасать вас вообще. Ребята, это кроссовки и носки. Потому что реально холодно. И потом, когда вы будете вечером сидеть у бара, а вы будете сидеть, потому что там проходят разные конкурсы, вообще весело. И, сами понимаете, онклюзив, все включено. Но вино, коктейль, пиво, все льется рекой. И все мы собираемся где? У бассейна, у бара. И прохладно, и необходимо тепло одеваться. Ну, естественно, мы с Юдочкой нашли выход. И ходили и в шубках, и в курточке. Хотя это немного смешно смотрелось. Но там ни до кого нет дела. Главное, что тебе тепло. Вот такая особенность. Если в феврале вы едете отдыхать в Египет, даже в Шарм-эль-Шейхе, там, где самое теплое место в Египте, необходимо брать теплые вещи. Даже теплые вещи я сказала. Какие еще особенности были в нашем отеле? По поводу кормежки. Ребята, значит, кормили очень хорошо, но разнообразия не было. Каждый день была курица, то ли она в кляре, то ли просто на мангале шашлычок. Печень, говядина, печень, как без строганов, знаете, нарезана. Говядина без строганов обязательно. Рыба, знаете, самая дешевая, по-моему, пау-мус или пау-тус, пау-тус. Ну, ребята, ее есть невозможно. Один раз, один раз, один раз и все. Понимаете, и все. Колбасы соевые есть невозможно. Очень вкусный сыр фета, очень вкусный. Ну, естественно, там и их национальные сыры, лавашики их невкусные, булочки всевозможные, пирожные изумительные, финики в сиропе. Ребята, это просто. Никто в очереди не стоял за спиртным. Значит, нас обслуживали. Мы приходили, кушали, брали еду, и нам официанты приносили выпить по нашему заказу. Что мы хотим? То ли мы хотим пиво, то ли мы хотим коктейль, то ли мы хотим вино. Но мы редко брали на обед спиртные напитки. Мы в основном загружались спиртным вечером, когда было холодно, и мы уже гуляли, танцевали, и в основном выпивали только вечером. Вот так иногда пивка холодненького. Я пила, потому что жарко. С пляжа приезжаешь, красная такая вся, боже мой, и хочется холодненького. Потому что, значит, когда я заказывала путевку, в путевке было указано, что бар на пляже бесплатный. Но он был, естественно, платным. Пиво, чтобы вы понимали, бутылочка пива стоила 3 доллара, но кто же его покупал? Коктейль мы покупали тоже по 3 доллара, он был платный. Но на усмотрение отеля они могли изменить условия. Ну, ребята, там столько хитростей, столько хитростей. Я даже на пляж брала семечки, я их прятала, потому что всю еду, даже если вы возьмете, купите где-то пиво спиртное, перед пляжем стоит security, и все, все проверяют вашу сумку, и все отбирают. Короче, все, чтобы турист оставил в доллар. У них даже такой девиз, когда они ходят и предлагают свои услуги по экскурсиям, и некоторые люди отказываются, потому что у кого нет денег, кто просто не хочет, кто просто пассивно хочет отдохнуть без всяких экскурсий, они говорят, о, что ты за отдыхающий, что я от тебя даже доллара не видел. Вы знаете, это же как-то бывает и обидно, потому что, ну, столько денег мы потратили, и путевки недешевые, и стараемся, ну, короче, почему мы должны показывать свои доллары вам, а если у нас их нет, понимаете? Ну, это особенность, особенность этого народа. Так, ну, там наши люди, наши люди найдут, что ответить, понимаете? Вот такая вот фишечка, чтобы обязательно вы все знали, потому что, когда не знаешь, лучше знать, знаете, чтобы был вооружен. Весело на пляже, хорошо, у вас развлекают, музыка играет, бесподобно, море чистое, море, ну, это вообще отдельная тема, это вообще, в Шарм, Эль-Шейх, и вообще в Египет надо ехать только ради этого Красного моря. Ребята, даже все, кто плавать не умеет, просто лег на воду, она сама держит. Не дай бог ее, конечно, хлебануть, не дай бог ее хлебануть, потому что, ну, она очень соленая, вот почему так она и держит. Одеваешь маску, моментально все, ты в аквариуме, ты видишь рыбок, моя дочка шутила, мама, они такие ручные, они с тобой даже здороваются. Такое впечатление, что они тоже к туристам приспособлены. Вот, значит, все, что касается отеля, естественно, там на баре, где разливали спиртного, спиртное, извините, пожалуйста, я дала доллар, потому что, хочу вам объяснить, почему я дала, было совсем ко мне другое внимание, уже пиво наливали, не вот эти вот одноразовые, знаете, стаканчики, вот эти вот, которые вообще, лоточек и нет, мне уже начинали наливать в красивый большой коктейльный стакан. Потом виски с колой тоже в стакан двойное наливали, я только когда подходила, ну, короче говоря, как подмажешь, так и поедешь. На кухне тоже я отблагодарила поваров, потому что, когда к моему приходу всегда было, я очень люблю пюре, там такое было пюре вкусное, всегда для меня было горяченькое, свеженькое пюре, мне не приходилось, вернее, не то, что мне, а нам не приходилось стоять в очереди, толкаться, чтобы досталось нашего немножечко национального, не только ихнего, а хотелось старшей еды, мяска, потому что быстро все разметалось. Естественно, потом это все опять добавлялось, но знаете, как мы, люди отдыхающие, мы приехали отдыхать, а не ждать. Самое, что еще интересное, ребята, все, что в отеле, персонал шикарный, отношения шикарные, но особенно хочу обратиться к девушкам. Девушки, есть такая у них особенность, они звонят номер, им и со мной такое проводили, они эксперименты, ну с моей Людмилой тоже, это естественно, меня вызывали почему-то на ресепшн, когда я пришла на ресепшн, думала, что случилось, мне сказали подойти срочно туда, естественно, я подошла, и мне сказали, пойдешь со мной сегодня гулять, прямо вот так, ты сегодня пойдешь со мной гулять, а еще такой, знаете, ломаный русский, я не поняла, куда гулять, зачем гулять, если я, ну как гулять, если я приехала отдыхать, ты что, не поедешь со мной, ты что, плохой, ты не пойдешь со мной гулять, представляете, сразу назначают свидание, сразу хотят с тобой что-то где-то замутить, особенно, ну мы две женщины, две девушки приехали вдвоем, ну естественно, любезно девочки, кто не хочет с ними никаких отношений, есть ребята разные, есть и красавцы, есть такие вообще, прямо скифы египтяне, есть разные, ну как и у нас, вот, очень и очень любезно, с улыбкой, отвечайте им, что вы приехали отдыхать пассивно, неактивно, что вам достаточно моря, бассейна и бара, прям вот так вот и говорите, и улыбайтесь, очаровывайте своей улыбкой, чтобы они не обиделись, потому что они оказались очень обидчивыми, потому что моя Людочка сказала, ты что, вообще с ума сошел, отчего это я должна с тобой идти гулять, я столько заплатила денег, чтобы приехать с тобой погулять, в итоге этот парень, даже с Людочкой, не здоровался потом, ну это такая у них тоже особенность, на это тоже не стоит обращать внимание, в основном, все они все равно хорошие, все вежливые, все добрые, вы знаете, они так, они очень отзывчивые, идут на уступки, все просьбы выполняются сразу, ну у кого желание отблагодарить, как у меня, я отблагодарила, я отблагодарила на рецепшене, много не давала, я дала по доллару, я потратила 3 доллара, доллар на кухню, доллар на рецепшен, и доллар бармену, который я сама для себя выбрала, который мне всегда улыбался, и когда я, помню, брала у него 3 раза, двойное виски с колой, он мне сказал, мамча, а почему мамча, потому что Люда называла меня мама-мама, мамча, я тебя отведу, к доктору, доктору отведу, что он типа хватит пить, ну мы там на спиртные напитки, я должна сказать, потому что некоторые моралисты мне писали, что противно смотреть на пьющих женщин, мои дорогие, я всем желаю так выпивать, как выпивали мы, и, знаете, пили за свой счет, не за чужой, все было оплачено, вот, ну это такая тема, знаете, скользкая, там отдыхают люди, по-разному, была такая компания, в которой вообще они бы не выходили из бара, что им даже сделали замечание, что, ребята, ну вы уж слишком много, они очень-то культурно делают, что уж слишком много, и хватит, и даже сказали этим мальчишкам, которые наливают, чтобы они больше не наливали, потому что была целая оргия, было бы орг, рик, люди веселились в бассейн, в одежде, начали уже туда прыгать, ну, короче говоря, они решили свои деньги оправдать на баре, понимаете, на экскурсии никуда не ездили, а вот только, увлекались только литерболом, как я называю, вот, ну, отель мне очень понравился, вы знаете, вот если я отдыхала в Турции, четыре звезды, то там на троечку, если хорошо натягивала, то здесь мне понравилось, и шашлык, и спиртное, хорошее, мне пиво очень, вино, ко мне, вино не берите, даже вообще, и не пробуйте его, вообще, ни красное, ни белое, пейте коктейли, пейте пивко, и виски, кто с колой, кто просто чистая виски, ну, короче, кто что любит, вино, говно из говна, должна вам сказать, так, какая еще особенность, по поводу, все, что касается за отелем, ребята, это тихий ужас, ну, это сначала я была даже обижена, балалайка, я не жмот, я не попрошайка, пройти невозможно, за руки тебя хватает, но это торговцы, это их работает, я уже потом прониклась, там не увидишь самобытного, настоящего египтянина, там тоже люди приезжают, им дает отель разрешения на заезд в Шарм-Аль-Шейх, и они там на таких же правах, как и мы, туристы, работают и не отдыхают, ну, и отдыхают, наверное, у них там есть свои забегаловки, кафе, ну, в общем, ребята, столько можно рассказывать, обязательно, когда будете еще в Шарм-Аль-Шейхе, зайдите в наш рыбный ресторан, где за 15 долларов вам подадут шикарные креветки, шикарное пиво, вас будут обслуживать 8 человек, все молодые ребята, классные, ну, 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 супер-супер-супер перепут, пересупер, короче говоря, и я потом уже, когда разговаривалась на пляже, там, с одним египтянином, и спросила, почему так на нас обзывают балалайками, прям балалай, балалайка, балалайка, это не дешевка или дешевка, как мне объяснили, Наташа, не обращайте внимания, это для них, как для вас, акуна матака, вот все, что знает, то и говорит, это же, видно, наши научили, почему балалайка, и знаете, так вот, есть по-доброму, есть не по-доброму, смотрят, и предупредили, сказали, что таксисты, и торговцы, они очень хорошие, и на них не стоит обижаться, потому что у них своя специфика, у таксиста побольше с вас содрать, у торговца, что побольше купить и подороже, ну, это понятно, ну, очень навязчиво, это было так навязчиво, знаете, хочется прямо, после рынка бы хотелось обмыться, умыться, никогда на вопрос, сколько стоит, не ответят, сразу говорят, очень дорого, когда ты уходишь, начинают говорить, среднюю цену, когда ты далеко ушел, он за тобой бежит, тебя берет за руки, и чуть ли за доллар не отдает, понимаете, но, когда я выложила то, что мы привезли с Египта, очень много людей написало, что, они там, допустим, манго по полтора доллара брали, ребята, я вам верю, я ни разу в Египте не была, поверьте, торговаться я умею, и обошли мы сто, везде все, не уступают, вот тупо манго, вот допустим, 5 долларов в килограмм, и все, ну, хоть убею, и вот, финики, доллар, не меньше, ну, ну, не меньше, даже в аптеке торговал, даже в аптеке уступили, с фруктами, ну, никак, ни с орешками, ни с фруктами, с этими светильниками, вообще, говорил, за 20, мы ушли, он догнал 10, ну, не так хотелось их купить, не так хотелось, хотелось, тематические светильники, я просто обожаю, когда много цвета, и вообще эти светильнички, я это очень люблю, ну, вот такая вот особенность, ребята, мотайте себе на ус, если будет интересно, вы напишите мне комментарий, я еще кое-что, какие могу подробности рассказать, про такси, как лучше, где лучше покушать, вы только пишите, чтобы я знала, знаете, чтобы я могла вещать кому-то, а не так просто, потому что, опять, хронобитраж, очень много времени займет, я хочу больше уделить внимание, отъезду, дорогие друзья, как же ужасно, как же было прискорбно, и обидно, когда мы оказались в аэропорту, в 6 утра, это было все на отъезде, хлебну кофеечко, это мама, мам, мам, я теперь буду говорить на свою маму, мамча, сейчас, секундочку, ребята, остановлюсь, о господи, друзья, столько времени занимает, какой-то ужас, короче, значит, смотрите, это была первая часть, я потом следом, мне приходится развивать на 2 части, потому что, ну, очень длинно, ну, час, час, вы просто не высидите, и переключите, ну, на другой канал, в общем, смотрите, во второй части, это был просто трэш, как мы летели, обратно, друзья, это, из песни слов не вытянешь, расстроенные чувства были, это не то слово, слов нет, короче, по второй части, мои дорогие, смотрите, слушайте, кому было интересно, и пишите, ставьте комментарии, подписывайтесь на мой канал, давайте будем взаимодействовать, мои дорогие, целую, ненадолго, вторая часть, скоро будет, там, и с ул. или, ул. или, или, ол. или, т. Продолжение следует...